Миллионеры на самом деле есть, и это удивительно, но оно факт. То есть в Казани, в Татарстане есть люди, которые заработали… Рублевые или долларовые? Долларовые. Долларовые миллионеры, которые заработали деньги на реализацию своих инновационных решений. И есть те, которые даже заработали гораздо больше, чем миллион долларов. Просто реалии российского бизнеса таковы, что бизнес не любит огласки. Если ты смог заработать миллион долларов, занимаясь высокотехнологичными компаниями, они об этом узнают в определенном круге, но тебе зачем об этом говорить, повсюду и пиариться. Сейчас ситуация такая, что созданы очень большие влияния со стороны России и Татарстана, в том числе, в создании инфраструктуры. Эта информация, безусловно, идет во все средства массовой информации, и все люди понимают, что действительно большие инвестиции в деньги налогоплательщиков были вложены в инфраструктуру. Поэтому все ожидают, когда же это даст результат. И каждый день все спрашивают, когда же это даст результат. Результат есть, но объявить себе кто-то, я заработал первый миллион долларов. И налогов заплатил столько-то. Важно вот это ведь. Да, даже налоги платят. Потому что, как правило, есть очень уникальная особенность в инновационном хай-тек бизнесе. Она заключается в том, что это бизнес, как правило, который делается с привлечением других инвестиций. То есть, чтобы ты реализовал свой стартап, ты должен привлекать инвестиции. Какие-то венчурных фондов и всего остального. А венчурный фонд не будет давать компанию, в которой в серую выплачиваются зарплаты или в серую выплачиваются доходы. То есть, это должна быть максимально прозрачная компания. Поэтому и наша компания максимально прозрачна, потому что мы привлекли инвестиции. И стартапы, которые мы инвестируем или которые инвестируем в Венчер-Фонд Татарстана, это максимально прозрачные компании, в которых одним из требований инвесторов является, чтобы они были прозрачны. Поэтому люди зарабатывают честные деньги, невороватым способом. Просто, может быть, кто-то не хочет подавать себе огласки, чтобы не отвлекать просто свое время от бизнеса на оправдание, на объяснение или на просьбы быть представлены где-то в другом месте. У нас в Татарстане, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что не хватает иногда какой-то терпимости и понимания, что мы занимаемся достаточно долгими процессами модернизации России и перехода его в Татарстан, и перехода его на новый уровень. Экосистема у нас завершается только формирование, только, может быть, сейчас ограненность появилась, и зачастую там нет у нас терпимости к людям, которые занимаются какими-то вещами. То есть, кто-то ошибся, и сразу как бы он списывается вообще полностью в утиль, там, вот, или там, вот сразу там, как бы, ему, все, все неудачи там сразу у него сразу вешаются. То есть, надо терпимо относиться к тем людям, которые занимаются проектами, занимаются развитием инфраструктуры региональной, вот, наши технопарки, бизнесные кубаторы, университеты, они делают титаническую работу по формированию, по формированию рынка, по формированию процесса. Вот этого не хватает. Не хватает также, ну, там просто вопрос был, по-моему, про то, чего не хватает в Татарстане, да? Да, ничего не хватает. В Татарстане, как видите, в России, это, на самом деле, общая задача для России. У нас Татарстан не находится там, на своей собственной планете, в стране России находится. Не хватает того, что промышленные предприятия крупные, недостаточной активностью употребляют инновации. Это очень важная вещь, потому что должна быть эволюция, ты, ну, пусть, сажаешь какое-то семя, оно должно кем-то потом срываться, твой плод. И вот промышленные предприятия, которые являются основными потребителями инноваций, они не являются достаточно эволюционно активными. В Татарстане в том числе, даже в Татарстане.